Уния – союз государств, возглавляемый одним монархом. Понятие и отличие от конфедерации. Уния представляет собой общность государств, которые возглавляются одним монархом. Международное значение унии невелико, порой оно просто ничтожно. Более заметно уния воздействует на государственный строй. По крайней мере на форму правления политическое значение унии зачастую тоже незаметно, но оно все же ощущается хотя бы в вопросах войны. По юридическим соображениям состояние войны между членами унии немыслимо. Его трудно представить по той причине, что акт об объявлении войны должен быть санкционирован главой государства. Другими словами, если член унии вознамерился воевать с другим, королю пришлось бы подписывать акт об объявлении войны одного своего государства другому своему же государству, то есть самому себе. Унию нельзя причислить к разряду конфедерации. Конфедерация возникает с участием как республик, так и монархии. Уния возникает только с участием монархических государств. Конфедерация учреждает договором между государствами, а уния возникает не на основании договора, а в силу принадлежности одному монарху право на престол в двух и более государствах. Договор не является обязательным условием существования унии, хотя и он может быть заключен ее участниками. Действительная политическая общность стран – обязательное условие существования конфедерации. Уния, напротив, вполне может существовать и без тесных межгосударственных связей и союзнических обязательств. Участники унии сохраняют свою государственность, а суверенитет возглавляющего их монарха удваивается, утраивается и т.д. Другими словами, одно лицо становится обладателем суверенных прав одновременно в нескольких государствах. Виды. Личная уния. Личная уния устанавливается между государствами, в которых условия и порядок престола наследования различны. Например, в одном государстве женщины отстранены от участия в наследовании трона, а в другом они вправе претендовать на престол. Такие унии возникают случайно, в результате того, что одно и то же лицо становится наследником одновременно двух монархов в разных государствах. Столь же случайно они и распадаются, хотя эта случайность запрограммирована устройством личной унии. Рано или поздно какой-либо из потомков общего монарха в одной из стран займет престол, тогда как по закону другого государства его царствования не состоится реальная уния. Реальная уния создана на основе договора или одностороннего акта более сильного государства. В реальных униях законодательство государств устанавливает единый порядок престола наследования. Наследник трона в одной стране одновременно является наследником во всех государствах, составляющих унию. Распад реальной унии или выход из нее отдельной страны происходит лишь в результате изменения формы правления в одном из государств. Ликвидация в нем монархии уния в современности. В настоящее время единственным примером реальной унии являются отношения между некоторыми государствами из числа членов Британского Содружества. В его состав входят 53 государства. Основная их часть находится в довольно тесных политико-экономических отношениях с Центром Содружества Великобритании. И только 14 из них объединены еще и в унию под общей короной. Отношения унии дополняются и усложняются другими союзническими связями, скрепляющими Содружество. Надо добавить, что королевская власть установлена не только над федеративными государствами, такими, как Австралия или Канада, но и над субъектами федерации, составляющими территориальное пространство этих стран уния в прошлом. Политическая уния Швеции и Норвегии в XIX веке. Личная уния государств. Объединение православной церкви с католической под властью Папы Римского, происшедшей частично в украинских областях Польши в конце XVI века. СМ, также и федерация. Конфедерация. Протекторат. Церковная уния. Конфедерация. Продолжение следует...